О церкви и жизни христианской. Спасение наше в церкви, как в ковчеге Ноя, и нигде больше. Аще и церковь прислушает, буди тебе, якожи, язычник и мытарь. Церковь мы, тело Христова, и Он, Христос, есть Спаситель тела. А мы члены тела, от плоти Его и от костей Его. Кормчий, Дух Святой, то есть словесного корабля церкви. Только в церкви, как в Ноевом ковчеге, можно спастись. Покорись церкви всесовершенно и верь, что она спасет и тебя. Она спасла миллионы христиан, спасет и тебя. Будь только покорным слугою Ее, исполняй, что она повелевает. Не мудрствуй паче, ежеподобает мудрствуйте. Повиновение церкви чад Ее должно начинаться совершенным доверием Ее молитвам, таинствам и обрядам и оканчиваться исполнением на деле всех Ее законоположений. Церковь — надежная дорога к вечному животу. Иди по ней неуклонно, держись ее, и дойдешь до небесного царствия. Если уклонишься на распутия своей мудрия и неверия, пеняй тогда сам на себя. Ты заблудишься и погибнешь. Все, что Церковь влагает нам в уста и вслух, есть истина, дыхание или поучение Духа Святого. Благоговей пред каждую мыслью, каждым словом Церкви. Помни, что область мысли и слова — Божие достояние, как и весь мир, видимый и невидимый. Ничего ты своего не имеешь, даже ни мысли, ни слова. Все Отец наш, все Бог. Сливайся в общий строй, как сливается злато в известные формы, или как природа сложена в одно стройное целое. Не живи себе любивую отдельную жизнью. Молитва священника за людей имеет великую силу у Бога, если только священник от всего сердца с верою и любовью высылает оную ко Господу. Ибо кто помолится об овцах словесных Господу с такую силою, если не помолится священник, получивший на то благодать и власть от самого Бога? Приходя в храм Божий для молитвы, мы должны знать и помнить, что мы, дети Отца Небесного, и пришли в дом Его, должны стоять с сыновними чувствами искренней любви, благодарности, с пламенную молитвою. Наш дух должен вопиять. Авва Отче! В храме особенно совершается тайна очищения грехов. Благоговей же к месту, где совершается очищение твоих душевных скверн, где ты примиряешься с Богом, где получаешь истинную жизнь Духа. Колокольный звон Зов на беседу с Богом, Детей с Отцом Зов на явку пред Него Надо неотложно посещать разумно, благоговейно и охотно богослужения, наипаче в праздничные дни, участвовать в таинствах покаяния и причащения. А удаляющиеся от церкви и богослужения делаются жертвой у своих страстей и погибают. Обязанность всякого христианина знать язык матери своей церкви. Грех тому, кто не знает, достаточно. Грех особенно тем, которые, выучившись языкам иностранным, не хотели и не хотят учиться языку матери-спасительницы. Вообще всем надо понимать и учиться языку славянскому. Однажды навсегда знай, что в церкви, во всех ее службах, таинствах и молитвословиях дышит Дух Святыни, Дух Мира, Дух Жизни и Спасения, а это свойственно только Духу Святому. Святые помышления или слова жизни и истины легко отличить от помыслов и слов лжи и смерти. Первые приносят в душу мир и жизнь, последние – томление, беспокойство, смерть духовную. мудрование плотское, смерть есть, а мудрование духовное – живот и мир. Литургия есть вечеря, трапеза любви Божией к роду человеческому. Около Агнца Божия все собираются на дискосе. Живые и умершие, святые и грешные, церковь торжествующая и воинствующая. Надо быть крайне внимательным к Слову Божию, к богослужению, к учению церкви, к молитве, к церковным постановлениям или учреждениям, чтобы нам по невниманию не отпасть от веры. Ибо мир, грешная плоть со своим мудрованием, дьявол со своими непрерывными кознями сильно увлекают наше сердце к маловерию, невнимательности и пренебрежению к вере. Во время общественной молитвы все сердце твое добудет в Боге и отнюдь ни к чему земному ни на мгновение не прилипляется. Имей также пламенную любовь к душам человеческим, любве ради Божия и ревности о их спасении. Молись о них, как о находящихся в великой беде. Как твердо держаться должны мы веры своей и ни по каким побуждениям не отпадать от нее и не совращаться в ереси и секты. Как должны мы достойно вести себя, как православные христиане и наследники будущего небесного звания. Сердце твое — ложь и столб лжи. Всяк человек — ложь, а все, что есть в церкви, начиная со слова Божия до самой краткой молитвы, есть истина. И церковь Божия есть столб и утверждение истины, как основанная на краеугольном камне Христе, который есть истина, и одушевляемая и руководимая в век Духом Святым, который есть Дух истины. Святых призывай с верою непостыдную и любовью нелицемерную, если хочешь, чтобы они слышали тебя и исполнили твою молитву. Помни, подобный подобного ищет. Святые сами угодили Богу верою и любовью и от тебя того же хотят. С верою и любовью соедини еще подобающее к ним благоговение. Мы должны иметь самую живую, духовную связь с небожителями, всеми святыми, ибо они члены единого тела, Церкви Христовой. Вот почему мы призываем их в молитвах, беседуем с ними, благодарим их, славим их, ибо святые, друзья, руководители наши ко спасению, молитвенники наши и ходатай. Когда мы призываем святых на молитве, то произнести от сердца их имя значит уже приблизить их к самому своему сердцу. Проси тогда несомненно их молитв и предстательства за себя, они услышат тебя, и молитву твою представят владыки скоро, во мгновении ока, яка вездесущему и вся ведущему. Ставить свечи перед иконами хорошо, но лучше, если приносишь в жертву Богу огонь любви к Нему и к ближнему. Хорошо, если вместе бывает то и другое. Если же ставишь свечи, а любви к Богу и ближнему в сердце не имеешь, скупишься, немирно живешь, то напрасна и жертва твоя Богу. Церковь как водоем наполняется Духом Святым или как сионская горница, исполненная дыханием бурным символом Духа Святого и не спустившимися огненными языками, этим она отличается от обыкновенных жилищ человеческих. В церкви, так сказать, плаваешь в благодати Божией, одет весь благодатью Божию, носишься, как дитя, на руках матери благодатью Божию. В мире же суета, полнота князя власти воздушная. Поэтому несправедливы те, которые говорят, что все равно, где молитва Богу, дома или в церкви. Вмести и свари в сердце то, что поют и читают. Когда вместишь и как бы сваришь, обратишь в соки, в кровь, в жизнь это, тогда требуй и большего, а если нет, нечего желать большего. Богослужение поистине есть пища, сердце – желудок. Немощь христиан не может выносить, переваривать продолжительного богослужения. У монахов желудок крепче, он укреплен постоянную молитвою. А мы окружены суетою мира и живем в ней. Не жалей свечки для Господа или причистой матери или святого. Принеси огонь вещественный, свет вещественный, и получишь огонь благодатный и свет невещественный для души своей. Господь или причистая его матерь или святой в долгу не останутся. Некоторые говорят, к чему поминовение имен усопших или живых при молитве за них? Бог, как всеведущий, и Сам знает эти имена, знает и нужды каждого. Но так говорящие забывают или не знают важности молитвы и слова на молитве. Как важно от сердца сказанное слово. Забывают, что правосудие Божие и милость Божия преклоняются нашою сердечную молитвою, которую вменяет Он по благости своей, как бы самим умершим или живым, в заслугу, как членам единого тела церкви. Такие не знают, что и церковь первородных на небесах написанных по любви своей постоянно молится за нас Богу и именно упоминает пред Богом особенно о тех именах людей, которые молятся им, равное за равное. Мы поминаем их, а не нас. А кто не поминает по любви своей ближних своих в молитве, тот сам не будет помянут и сам не удостоится помилования. Много значит на молитве одно слово веры и любви. Много может молитва праведного. Кого мы поминаем с верою и любовью, тех Бог поминает и по закону правды своей. А этого и довольно для нас. Если Бог помянет нас, то это уже значит доля блаженства для людей, о которых мы молимся. Память Божия о ком-либо есть спасение, покой и радость для Него. Не помяну имен их устнами Маима. Как много теряют люди в домашней беседе для оживления ее через то, что не говорят о Боге. Как одушевился, плодился и разнообразился бы их разговор. У верующих тогда потекли бы реки от чрева их. Спасительных слов. Сколько такие разговоры доставили бы назидания, успокоительности, истинной сладости. Между тем теперь, не говоря о Боге в домашних кружках, а говоря о суете мирской, скоро истощаются в разговоре, скучают и потом убивают драгоценное время в глупых играх или танцах. Праздновать не Богу, а сатане будешь, если будешь в праздник увлекаться своими страстями и пороками. Хорошо проведешь воскресный день, если душой воскреснешь для Бога, оставив беззаконные дела, если возродишься, обновишься благодатью. О ТАИНСТВАХ Для верующего нет ничего невозможного, и живая непоколебимая вера вмиг может совершить великие чудеса. Часто, впрочем, и без нашей искренней и твердой веры совершаются чудеса. Таковы чудеса Таинств, «Ибо тайна Божия всегда совершается, хотя бы мы были и маловерны при ее совершении или неверны, ибо неверие наше Божией веры не упразднит, и злоба наша не одолеет ни из глаголанной божественной благости и милосердия, наша глупость Божией премудрости, наша немощь Божие всемогущество». Благоговей всеми силами души пред всеми Таинствами и говори в себе о каждом Таинстве пред совершением или причащением Его. Это Тайна Божия. Я только недостойный приставник ее или участник ее. О посте Чтобы соделаться христианину храмом Духа Святого, необходимо ему поститься. Питаясь пространно, делаешься плотским человеком, духа неимущим или плотью бездушную. Опастясь, привлекаешь к себе Духа Святого и делаешься духовным. Возьми хлопчатую бумагу, не смоченную водою, она легка и в малом количестве носится в воздухе. Но смочи ее водою, она сделается тяжелую и тотчас падает на пол. Так и с душою. О, как надо беречь душу постом! Не верь плоти своей, когда она расслабевает и отказывается служить тебе, будто бы по недостатку подкрепления пищей. Это мечта. Преодолей себя, помолись усердно и увидишь, что слабость тела твоего была ложная, призрачная, а не действительная. Увидишь на деле, что не о хлебе едином жив будет человек, но о всяцем глаголе, исходящем из-за уст Божиих. Не надейся на хлеб. Поститься христианину необходимо для того, чтобы прояснить ум и возбудить и развить чувства и подвигнуть к благой деятельности волю. Сытый не способен к великому делу. Имей простоту веры и совершишь великие дела, ибо вся возможно верующему. Об иконах Всемогущая сила Божия, сущая и действующая во всем мире, сосредоточивается подобно тому, как солнечные лучи собираются в фокусе или в стекле, в святых иконах. Иконы в доме или в храме не для вида, а для молитвы, для почитания, для назидания. Лики святых должны быть нашими домашними церковными учителями. Читай житие их и впечатлей их на сердце своем, да и сам старайся сообразоваться житию их. Иконы мы держим у себя в домах и поклоняемся им, между прочим, в показании того, что очи Господа Бога и всех небожителей постоянно устремлены на нас и зрят не только все дела наши, но и слова, и помышления, и желания. Крест и крестное знамение есть сила Божия, потому им присущ всегда Господь. Точно так же образа Господа, Богоматери, святых ангелов и святых человеков также могут быть для верующих людей силою Божией и делать над ними чудеса. По благодати Божией им присущи Господь, Владычица, ангелы или святые, то есть они так к нам всегда близки и даже ближе, чем эти образа. О труде. Если люди так долго работают в житейской суете и заставляют нас часто дожидаться напрасно, когда они кончат ее, то нам ли, служителям Божиим, не работать медленно, с расстановкой, со смыслом, с чувством, с великим благоговением и усердием Господу Богу, читая молитвы внятно, раздельно? Пусть же лучше они ждут нас, чем мы их. Да будет, Господи, сие при всяком священнослужении, при всяком свершении таинств. Ты же дождь все сие, ибо без Тебе не можем творить и не чесоже. Господь не оставляет трудящихся для Него и долго предстоящих Ему. Вню же меру они мерят, возмеривает и Он, и, соответственно, обилию истинных слов их молитвы посылает в душу их обилие духовного света, теплоты духовной, мира и радости. Хорошо продолжительно и непрестанно молиться, но не все вмещают словесе сего, но им же дано есть, моги вместите да вместит. Не могущим вмещать продолжительные молитвы, лучше творить молитвы краткие, но с горячую душою. Для чего нужна продолжительная молитва? Для того, чтобы продолжительностью усердной молитвы разогреть наши хладные в продолжительной суете закаленные сердца, ибо странно думать, тем более требовать, чтобы заматеревшее в суете житейское сердце могло вскоре проникнуться теплотою веры и любви к Богу во время молитвы. Нет, для этого нужен труд и труд, время и время. Всем необходим труд и деятельность. Жизнь без деятельности и не есть жизнь, а что-то уродливое, какой-то призрак жизни. Потому борьба с леностью плоти постоянная, упорная, есть долг всякого человека. Сохрани Бог от потворства ей всякого христианина. Не тогда только делай дело, когда хочется, но особенно тогда, когда не хочется. Это разумей как о всяком обыкновенном житейском деле, так особенно о деле спасения души своей, о молитве, о чтении Слова Божия и книг душеспасительных, о хождении к службам Божиим, о добрых делах, какие бы они ни были, о проповедничестве Слова Божия. О бедности и богатстве Для чего Господь попустил быть нищим? Для Твоего блага, чтобы Ты мог очистить и загладить грехи Свои, ибо милостыня очищает всякий грех, чтобы стяжать Тебе молитвенников за себя в лице их, чтобы милостивым к Тебе сделать Господа Твоего, ибо милостивее помилово не будут. Нищий, питающийся от крупиц со стола своего Господина, будет ли гордиться, что он питается его крупицами? Чем ему гордиться? Разве своею нищетою? Нищий это Я, Господин это Господь, крупицы от трапезы его, все дары благодатные и природные. В чем состоит истинное богатство человека? В образе и подобии Божием, а не в землях, не в деньгах, не в разного рода земных познаниях и искусствах. Душа, образ Божий вечно и богатство ее добродетель, святыня, смирение, незлобие, воздержание во всем, вера, надежда и любовь. Редактор субтитров